Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование свитка Эсфири. Перед нами седьмая глава. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири, так же и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Эсфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. Итак, перед нами развязка. Аман приведен пировать, а Эсфирь готова действовать. Подчеркивая свою готовность исполнить всякое желание Эсфири, Ахашвирош подчеркивает ее статус, в отличие от первого пира, не просто обращаясь к ней, а предваряя ее имя словом царица. Желание и просьба разграничены царем. Переводы дают взаимозаменяемое прочтение двух этих близких по значению терминов. По контексту становится ясным, что шиала – это непосредственное прошение Эсфири, то, что она может точно получить от царя. «Какова твоя просьба?» – спрашивает царь, и сразу обещает дать без всяких условий. «И дам тебе». «В то время как Бакашати – это та область, в которую царица хотела бы распространить свое прошение, но на которую уже не действует столь безусловно сказанное царем слово, ограничивавшего его лишь полцарства. Царица просит многого, но желает большего. Царь готов безусловно даровать одно и подумать над другим. «И отвечала царица Эсфири и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». Жизнь – вот то, в получении чего, в общем-то, уверена царица. А вот жизнь народа – это ее глубокое желание, о исполнении которого она ходатайствует перед царем. Это абсолютно верная последовательность. Как замечает Аль-Шейх, кто сам обречен на смерть, не может спасти других. Поэтому сначала она ходатайствует о своей жизни. «Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Обычно уже удвоения, такое как «святая святых» или «небеса небес», призваны указать на превосходную степень описываемого. Здесь же – утроение. Истребление, убиение и погибель – три синонима, призваны максимально усилить впечатление от сказанного, обозначить полноту и неминуемость. «Враг не вознаградил бы ущерба царя». Хотя у иудейских комментаторов мы видим примерно такое же понимание данного отрывка, но, например, современный перевод российского библейского общества предполагает здесь иной вариант. «Даже из-за такой беды не подобало бы беспокоить царя». В таком случае это объяснение, отсылающее к странному и вызывающему появлению эсфири на царском дворе без приглашения. То есть, что лишь вопрос жизни и смерти подвиг ее на подобную дерзость. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице эсфири, «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» Конечно, царь оказался шокирован таким поворотом событий. Более того, так как царица все еще не называет имени народа, царь, видимо, не соотносит это с каким-либо известным ему обстоятельствами, с какой-либо известной ситуацией. На это указывают его слова, «Где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» То есть до сего момента слова царицы никак не соотносятся в его сознании с сидящим рядом царедворцем. «И сказал эсфирь, «Враг и неприятель – этот злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицу. Аман в трепете перед обоими венценосцами. Возможно, будь он поставлен в такую ситуацию перед кем-то одним из них, он и мог бы попытаться оправдаться. Но здесь он совершенно теряется. И царь встал в гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Ахашвирош оказывается в совершенно непривычной для него ситуации. Ему даже не с кем посоветоваться о случившемся, так как самый мудрый из всех советников оказался государственным преступником. Потому царь и выходит в сад, чтобы принять должное решение. Как ни странно, но случившийся кризис идет ему на пользу как самодержицу. Он действительно начинает принимать самостоятельные решения. Дворцовый сад – это еще и место первого пира, на котором по совету вельмож царь решает удалить от себя вашти. История как бы входит в цикл. На пиру царь уже потерял супругу, на пиру же открывается, что он чуть не потерял и вторую. А если учитывать, что иудейская экзегеза полностью отрождествляет Амана с Мимуханом из первой главы, то повествование входит в однозначный цикл. Аман прекрасно знает, сколь страшен царский гнев и умаляет о заступничестве эсфирь. Поступок совершенно бессмысленный. Конечно, при дворе правителей женщины из царской семьи могли обладать соответствующим весом, умея смягчить буйный нрав царей и императоров, своих мужей или сыновей. В христианской гимнографии сохранился даже развернутый текст, прекрасно иллюстрирующий подобный подход. Это молебный канон к Богородице преподобного Федора Студита. В нем Мария, как императрица-мать, пытается многократно ходатайствовать о авторе, чьи грехи не позволяют ему явиться непосредственно перед лицом Христа. И, как буйный восточный деспот, Христос многократно отвергает просьбы матери, но в итоге все-таки склоняется к ее мольбе. Но во всех подобных случаях принципиально важно, что царственная особа желает и готова помочь, в то время как здесь она – один из главных участников заговора по свержению всесильного визиря. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась эсфирь. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману. А здесь, возможно, сработал запасной вариант эсфири, сознательно выделивший Амана и дважды пригласивший его на пир вместе с царем, выделив его тем самым из числа сановников. А в Ахашвироше заговорил не только обманутый правитель, но и оскорбленный муж. Безусловно, ни о каком насилии здесь не могло идти речи. К чему еще, как не к ложу царицы, мог припасть Аман, если на пирах тогда все возлежали, и ложа, а не стулья, были предметами столовых интерьеров? И сказал Харбона, один из евнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиной в пятьдесят локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордахея, и гнев царя утих. Мудрый экклезиаст предупреждает, где слово царя там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь? И вновь сказывается замысел Исфири. Возвеличенный перед всеми и выделенный ею Аман не находит не только слова поддержки от других царедворцев, но они и сами прикладывают руку к его падению, указывая на стол, приготовленный им для Мордахея, облагодетельствованного царем. «Кто копает яму, тот упадет в нее», — говорит экклезиаст. Так и вышло с человеком, облагодетельствованным всеми благами, но уничтоженным гневом и гордостью, повесили Амана на дереве. Это указание, важное в контексте слов «проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве» из второзакония. Об этом верно замечает блаженный Иероним. «Не всякий, висящий на дереве, проклят перед Богом, но тот, кто согрешил грехом, достойным смерти. Умершвлен за то и повешен на древе. Не потому он проклят, что висит на древе, но потому что в такой впал грех, что заслужил быть повешенным». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok